Друзья, 1 мая связано с международной солидарностью трудящихся. Это праздник труда, это праздник борьбы народа за свои интересы. Весь 19 век и 20 век главным способом угнетения со стороны капиталистов, буржуазии и правительств было жестокое использование наемного труда. Людей заставляли работать долго, много, по 12 часов, 16 часов. И постоянно недоплачивали. Так появлялась добавленная стоимость 19-20 веки. Однако за 20 век путем борьбы за права, путем революции, путем политического участия, когда массы голосовали за левые и левоцентрические партии, те постепенно улучшали положение рабочих, улучшали положение народа. Это проблема, проблема жесткой эксплуатации. Изъятие добавочной стоимости, заработанной трудящимися, она более-менее была решена. Сейчас 8-часовой рабочий день, трудовая инспекция. И из-за демократии, из-за недостатка трудовых ресурсов, сейчас таких безобразий, как в 19-20 веке, то есть эти переработки, недоплаты и так далее, не случаются. Но это не массовый характер. Сейчас, в 21 веке, главный способ формирования добавочной стоимости и ограбления народа, я не постесняюсь сказать, жестокого ограбления народа, это увеличение цен. За последних три года, за годы пандемии и войны, богатые стали богаче. Банки заработали сверхприбыль. Торговые, крупные оптовые компании заработали сверхприбыль. Некоторые бессовестные производители продуктов питания и особенно супермаркеты, они тоже заработали сверхприбыль. Потому что они повышали цены на продукты, на товары массового использования абсолютно неадекватно к повышению цен на энергоресурсы, на рабочую силу. Это обман, это безобразие. Кто здесь должен, главное сказать, мог бы сказать, главное слово? Безусловно, это правительство. Они могли бы вызвать этих торговцев, которые владельцы, там, Риме, Максима и прочих Лидлов и все прочее, сказать, хотите зарабатывать в Латвии, норма прибыли у вас должна 5-10%, но не 20 и не 50, как они сейчас делают, накручивают эти цены. А наше правительство так не делает. Они говорят, все равно весит в этот рынок. Рынок ничего не разрешает. Потому что рынок у нас очень маленький. И товары здесь, если они растут, их стоимость. Просто люди отказываются их покупать, но находятся те, кто их покупают. И таким образом, несмотря на то, что во всей Европе инфляция 5-6%, у нас 15-20%. Таким образом, наше требование к правительству нажать на торговые сети и заморозить или жестко ограничить норму прибыли. То есть наценку, которую торговые сети устанавливают для тех товаров, продуктов, массового использования, которые продаются в Латвии. Это наше требование к правительству. И по результатам сегодняшнего митинга мы подадим в письменном виде. Правительство Кайриджа это наше требование. И будем их дожимать, чтобы переговоры с торговцами состоялись. Сегодня мы подписываем несколько документов. Один из документов это обращение к международным организациям. Подписные листы находятся вот в этом секторе, около полицейской машины. От меня это будет справа, от вас слева. И кто-то, если хочет, желает написать какой-то призыв, пожелание и так далее. Вот у меня в реках «Ломальцеры». Пожалуйста, подходите, у нас большой лист бумаги белой. Пишем, фиксируем наше сегодняшнее эмоциональное состояние. Это праздник, но это и день борьбы. С праздником, друзья!